Народ, всем привет! С вами Маргун Ювелир. Смотрю, рубрика Зашла переделка. В прошлый раз была цепочка, ну, типа 2 плюс 1, 5 плюс 1, такая золотая, не очень хорошего качества. Я думал, это самый-самый-самый будет самое дно проекта. Но это оказалось не самое дно проекта. Ко мне пришел парень. У нас давно была переписка, он просил меня переделать и так далее, но я не согласен. У него не получалось, и у меня не получалось встретиться. И тут, наконец, он доехал до мастерской и привез украшения, которые хочу вам сейчас продемонстрировать. Многие, конечно, скажут, что ты докопался до ювелиров? Может быть, это его первая работа? Возможно, это и первая работа. Но чувак за свою работу взял 90 тысяч рублей. Карл, 90 тысяч рублей за вот это. И делал это полгода. Клиент за ним долго-долго бегал, все упрашивал. Он мне показывал переписку и так далее. Я вставлять ничего не буду. Я не буду называть имя ювелира. Это также ювелир из Подмосковья. Так вот. Многие также пишут в комментариях. А что там делать тот бисмарк? Вообще просто и элементарно. Его там даже пьяным можно сделать или с закрытыми глазами. Пожалуйста. Вы это назовете бисмарком? Вы это назовете ювелирной работой? Это просто кусок проволоки, который согнули. Я даже не знаю. У меня других слов нет. Посмотрите, пожалуйста, на замок коробочка. Давайте вот откроем страховки. А он ни хрена не держит. Просто не держит этот замок. Вот так вот болтается вот это все хозяйство. Вот так вот это выглядит. Ширина браслета и ширина замка. Не было другого. Конечно же я воткну то, что у меня есть. Разве это ювелирная работа? Разве это можно назвать ювелирной работой? И после этого вы мне будете говорить о том, что цепи делать легко, что бисмарк делать легко. Вот так делать легко. А по-человечески сделать, это ой как тяжело. Это нужно понимать какие-то нюансы и эти нюансы соблюдать. Здесь кривое все. Начиная от проволоки, то что она неровная, заканчивая от скусов, где-то он скусил, где-то не скусил. Заканчивая припоем, туда положил больше припоя, сюда положил меньше припоя. Там дырки, там шов, там разрыв и так далее. Ну и замки. Замки это просто шедевр. Ну прям вот реально шедевр. Я даже не знаю, как это вообще можно носить. А также клиент попросил одеть его крест. Вот этот крест, клиент сказал, что подарили ему родители. И сделали вот такую замечательную ушко. Да, конечно, оно налазит. Оно сделано похабно, просто похабно. Ну вот просто, вот посмотрите. Разве это украшение? Разве это можно давать клиенту? Не знаю, мне кажется, это не вариант. Поэтому я берусь за этот проект, переделаю ему и покажу, что с этого получилось. При этом, я сейчас оставлю этот набор и сделаю было, стало. для этого я приобрел серебро 999 пробы, а сделаю из него 925. И покажу весь вам процесс от начала и до конца. Интересно? Подпишись пока на канал, поставь колокольчик, нажми и обязательно поставь лайк. А я пошел работать. ПОДПИШИСЬ! И так, мы сплавили. У нас получилось 5 таких корнирочков. И теперь каждую нужно раскатать и протянуть. Это будет проволока 3,5. Это очень толстая проволока. Ее надо будет приложить максимум усилий, чтобы ее сделать идеальную, ровную, без всяких заусенец. Ну и при этом, чтобы она получила, получился хороший результат. Я начинаю катать. ПАУ! ПОДПИШИСЬ! Прокатать-то я прокатал. А теперь начинается самое интересное. А самое интересное протянуть. Протянуть, я посчитал, примерно нам нужна диаметр 3,4-3,5. Сейчас еще раз посчитаю расчеты. И вот сейчас начинается самая жесть. Вручную, думаю, что вряд ли я вытянул. Ну и зачем напрягаться, если у нас есть офигенный козел. мы протянули. до круглого состояния через 3,4 отверстие 3,4, чтобы оно стало идеально круглым. И теперь будем наматывать те, кто повторяет за мной 3,4 на 9,2. 2,1. 3,4, у нас есть Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теперь меня устраивает такая ровность цепочки У нее есть небольшой винт, но он поможет для того, чтобы вот так вот здесь, когда вы вот так вот носите цепочку, она не выкручивалась Если этого винта не будет, то примерно будет выглядеть вот так А так все лежит и будет на теле все ровненько Давайте теперь сейчас сравним вот эта цепочка, которую мне дали переплавку, а эта цепочка, которую я делаю И найдем ошибки, какие допустил ювелир в изготовлении этого просто чудо бисмарка Первое, он сделал очень большой коэффициент, смотрите какой он рыхлый и у меня поплотнее Второе, у меня получается скусы все ровные, все одинаковые под одним, ну вот одна и та же высота Здесь все скусы разные То так, то так, то так, кто-то больше, кто-то меньше, а здесь вообще он не скусывал Просто получается сделано на отвали Дальше обратите внимание, место для припоя Я еще не запиливал, но оно мне все одинаковое Здесь также получается неравномерно Здесь больше припоя, здесь меньше, здесь практически вообще его нету А здесь похоже вообще лопнуло звено Это основные ошибки, которые допускают ювелиры при изготовлении цепочки бисмарк А вы говорите легкое плетение Если все учесть параметры, если все учесть все нюансы Это нифига не легкое плетение Легкое плетение, если сделать на отвали И получится вот такой вот результат Благодаря которому вы потеряете клиента, а не приобретете А важно для нас просто собирать клиентов, клиентскую базу Чтобы нам люди доверяли, чтобы они рекомендовали нас своим друзьям Поэтому делайте качественные украшения А я пошел запиливать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что народ, вот мы доделали нашу могучую цепочку Конечно она выглядит в разы лучше, чем та, которая была предыдущая Я потом сделаю, конечно же, сравнение В чем отличие той цепочки от этой цепочки Ну вот она, вот так вот выглядит И сейчас наша задача припаять замок Мы приготовили замок, с этими замками возились три дня Эти три дня, они шарнирные, серебро, очень мягкий металл Они должны работать и так далее Ну в общем, в итоге мы победили И сейчас устанавливаем вот эти замки Вот сюда вот Это будет цепь и браслет А как это будет выглядеть, сейчас вы все увидите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прошло 10 минут, вот так почернело наше изделие Это не магия, это серо и поташ так влияют Пережигаете серу с поташом У меня есть видео о том, как чернить серебро Скажите класс Субтитры сделал DimaTorzok А теперь приступаем к завершающей операции Это полировка Придадим человеческий вид этому браслету и будет бомба Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, наша работа подошла к концу Так называемая переделка от Margon Итак, давайте посмотрим, как было и как стало Давайте начнем с браслета Вот смотрите, вот этот браслет был Вот этот стал Не нашходите различия? Многие писали А в чем проблема? Что не так было сделано? Расскажи Итак, давайте вернемся сначала к сборке Итак, сборка Здесь взяты тонкая проволока и большой ригель Чтобы браслет казался массивным Надо было просто при клиенте предупредить о том Что вот если я сделаю хорошо и красиво и плотно Будет меньше ширина Либо давай я тебе увеличу вес Так я делаю всегда Дальше Пайка Пайка сбоку Просто человек взял, запаял Здесь так, здесь так, здесь так И вот так же бросил Не зачистил ничего У меня пайки, к сожалению, не видно То есть вот оно Все зачищено И даже непонятно, где паялась Как паялась Почему паялась В общем, вот так вот Ну и, конечно же, венец этого всего Это шедевральный замок Вот смотрите Есть отличия Человек просто целиком оставил И, представляете, вот такой вот кусок не гнется Мне пришло Я сделал для этого шарниры Смотрите Раз, раз Чтобы вот Была более подвижная конструкция Теперь переходим к цепочке Давайте вот так вот Было Стало Здесь такие же ошибки Здесь очень большой ригель Очень рыхлая цепочка Хреновая пайка по бокам А в некоторых местах даже пайка лопнула Человек пытался запилить Запилить вот место припоя Но не закончил Не допилил Ну и, конечно же, самое замечательное место Это замок Вместо того, чтобы сделать шарниры Просто вот так вот На какие-то скобки зацепили Вот такой вот замечательный крючок И вот получился замок У меня же это выглядит вот так Также все на шарнирах Также вот страховка Все как положено Все звенья обточены Ничего не цепляется Все гладенькое Ну, я думаю, что клиент кайфанет От вот такой работы Надеюсь, на таком большом весе На таком большом объеме Видно, в чем Как было и как стало Напишите в комментариях Как вам больше нравится Вот этот вариант Первый вариант Как было Ну или мой Скромный Вот такой вот бисмарк А многие, конечно же, пишут в комментариях Бисмарк Что там его делать Какая фигня Легко Вот так взял и сделал Сделайте Вот, делают Вот принесли Переплавить Я специально не плавлю Для того, чтобы вам показать Сравнение Вот Вот так вот должно выглядеть Конечно же, может быть Здесь есть какие-то косички И может быть Не дополировано Но я сейчас буду отдавать Пробирную инспекцию Пока пробируется А дальше я еще раз Отполирую И еще раз пройдусь Но согласитесь Что она все равно Более Круче смотрится Нежели вот эта вот Смотрите Толщина какая На этом мы заканчиваем Если вам нравятся подобные видео Поставьте лайк Подпишитесь на канал Чтобы не пропустить Другие видео И естественно Наш проект Ювелир с нуля С вами Маргун Ювелир Пока Субтитры сделал DimaTorzok